итак мы вышли на улицу с одним единственным вопросом какой таксопарк в россии вы считаете самым лучшим послушаем что отвечали люди такси хайп такси хайп такси хайп такси хайп такси хайп ну чтож все говорит само за себя почему же люди так думают все очень просто помимо того что мы подключаем всю россию у нас есть моментальные выплаты заправки с таксометра и так далее у нас есть одно условие которого нет ни где мы подберем процент по нашей с вами работе исключительно под вас да да он будет индивидуальным от вас вы просто звоните или пишите в ватсап номер которого вы увидите в описании и наши специалисты подберут условия подходящие именно для тебя все очень просто подключайся в парк такси хайп и будет тебе счастье куча бабла и много много позитива удачи началось вот это вот да вот как пишет ты же таксист а стряхнуть ноги коврик нормально с ячейками он полтора литра воды держит ты что замерял что ли нет я смотрела мою рекламу ты красотка и красотка блин такая я в раздумьях на самом деле я не то что посоветоваться так пообщаться связались ребята предложили поработать волонтером волонтером собачек выгуливать хромых нет ну ты что же про проект ковидное такси и что он возить больных людей там на т.д. в больничку и так далее ты ушаталась что ли насть нет ты чё гораешь что ли нет в своем уме нет вообще почему я так реагирую я не знаю в общем мне так не реагировать ну ты даже как всегда как обычно блин что мне эту хоть ухо не слышит знаешь почему потому что она у тебя не за рубли на ухо бы так не слышь подожди я погоди лучше до конца я читал в сьерра-леоне гражданская война и там кто кто болеет вирусом и было им тоже нужны волонтеры давай вот это зашлем на самом деле твои шутки здесь неуместны а твои а твои не не шутки здесь уместны да вот эти вот истории скажи мне до конца не дослушалась хорошо это слушаю до конца давай тебя согласен с тобой я рано кипишу и может быть там сейчас скажет миллиард баксов и нужно отвести полностью экипировочном костюме противозачаточном какую бабушку куда-нибудь тогда мы рассмотрим этот вариант рассказываем ну там во первых три-четыре заказа в день после каждого заказа можно нужно дезинфицировать машину а во вторых работать в средствах индивидуальной защиты перчатки маски может быть я экран себе куплю и это реально помощь людям как бы у меня есть такая потребность помогать людям если это знаешь но при этом собаку из приюта ты не берешь от кошек мы избавились ну ладно потому что там у ребенка аллергия потребность людям помогать или собакам с кошками я не понял здесь совершать хорошие дела и поступки хорошие дела и просто да а ты вот сидишь я реально глухло на это ухо и орешь на меня не дослушав до конца даже это все сказала или нет еще ну да я сказал что ты плохой много ничего не разрешаешь и что я хотела бы реализоваться в качестве волонтера все да можно говорить дальше или что ну да только не ори а то у меня уже не слышит это ухо хорошо где-то другой вот смотри я не буду называть тебя с теми словами которые гуляют у меня в голове я просто тебе скажу нет ну хотя бы потому что у тебя двое детей маленьких дома как минимум даже если у тебя охерительный иммунитет ну да у меня ты можешь ты можешь послушала ты можешь на бровях своих принести нам домой эту всю шнягу понимаете двое маленьких детей и пожилой муж 40-летний который тоже уже знаешь не молод и обладает некоторыми ну неважно болячками еще по итогу чем потом будем делать все радоваться что отвезла двух людей как бы ама сами мы будем загорать еще это самое новый год встречать у к видной елки средства защиты ты когда последний раз пользовалась средствами защиты скажи мне вождением и позиция кота в маске не всегда есть перчатки антисептик в акте бактериальной салфетки настя нет я не знаю как ты вообще в башку это шляпа могла прийти я не понимаю у меня я реально не понимаю у тебя есть ли у тебя есть нереализованные амбиции волонтера это я понял ты хочешь помогать всем храмы мы мы завели муравейник там какому-то муравью притерела сегодня помогите сходи не смешно отдать свой долг волонтерский под вселенной я тебе говорю вот так я от него светом и ты купи собаку уже я на него светом посвятил ну мы с тобой с утра не виделись я хотел заказал вам и пил мне не будет времени заниматься какими-то другими делами даже думать о каких-то другие дела собака из меня детьми из домашними обязанностями и сработать такси слушал тебе какие-нибудь желания которые не требуют купить нет подожди который не требует может взять собаку из приюта это даже будет лучше не надо покупать возьми мне собаку из приюта какого нахер приюта настя какую собаку ты чё не что ты гонишь ты опять начинаешь если ты если тут я такая фишка ты начала издалека протка видно и такси собаки такой на собаку только не такси но это блин это послушай давай она как поступим кроме просто всегда все какие-то как уж мы тут поступим скажи мне кому мы завещаем нашу квартиру давай позову вас можно мило это не лупить ты сейчас на работу едешь правильно на работу вечером с тобой увидимся еще раз поеду больных малярией в африку развозить очень смешно ну что я поеду мы обсудим что мы обсудим что изменится скажи мне как мне нужно переспать с этой мыслью что ли цепочку поездить даст это мысль а потом может быть и более к и скала понимаешь вот смотри голод есть есть вещи которые действительно надо осмыслить а есть вещи которые наоборот еще больше на крутость как я аста оставшись один на один с этими мыслями постоянно прокручиваю голове я у меня тебя уверяю я не найду здесь другого какого-то чем я понимаю положительный момент я понимаю добро участие вот этот вот я не понимаю откуда в твоей пирамиде потребности это взялось ты всегда бы читай про людей которые да вот почитай про людей которые уезжали в эти вот в африке там да и умирали там просто работы волонтерами просто умирали но у них у большинства людей не было семей понимаешь они понимали свои риски они здраво их оценивали но желание помогать вот этим бедным там африканцам а у них было сильнее чем сохранение собственной жизни я слышал каких какой-то там врач там помогает ну ты представишься вот давай бомжей с улицы собирать приводить дома тихо нет и давиды расследовать вот от дети вот давай бомжей собирать с улиц вот всех с туберкулезом со всякой шнягой приводить домой отмывать их мою одежду им одевать я готов одевать им и в люди понимаешь это тоже самое не то же самое для меня это тоже самое понимаешь ты можешь притащить эти еще хорошенький смотри какой да ты можешь притащить еще счастье говорю понимаешь на какой-нибудь там на чем-нибудь вот эту к видную шнягу и мы ее еще будем там дальше раздавать всем ну нет я понимаю что этому это кому-то нужно делать постой меня нет я не говорю что это вообще глупая затея кому-то это нужно делать но это нужно делать кому-то только не тебе вот я так считаю понимаешь потому что если рассказывал про случай в воскресенье да когда мы с детьми поехали в магазин у нас был маршрут в магазин и к твоей сестре да и на доблести мне начала бабушка царапаться в окно древняя понимаешь я открыл окно ног вы мне не подвезете до дачного 5 корпус 2 я стерялся гусу что у меня 10 на улице мороз был нереальный видно что она замерзшая была я вдала показала уехала и на следующем светофоре ваш не защемило душу я развернулась где-то бросила с детьми машину перебежала через дорогу мы взяли эту бабушку и вместе с детьми и отвезли там еще деньги пихала в конце вот возьмите 50 рублей года оставьте себе на хлеб 50 рублей мне не нужно бабуле 80 лет раз заблудилась дачного 5 сюда припехала к нам я ставлю тебе оценку 5 я не могу ты молодец ты не можешь пройти мимо этих вещей а когда я прохожу вот как в этот раз до произошло мне сразу начинать душу щемнить хорошо знать вот тут на доблести там же сразу на захаровать развернули насенька тогда тебе так скажу значит у тебя это появилось недавно самого рода детства у тебя правильно супер вот тогда тебе нужно было в момент когда ты выбирала на кого пойти учиться за водитель семьи у тебе нужно было пойти учиться на доктора завести пять собак всяких хромых кривых косых понимаешь это твоя семья была бы вот тихо и потом и потом ждать какой-нибудь эпидемии чтобы вот так схватить флаг выбежать в чем мать родила из дома и пойти пойти всем помогать вот только тогда это нормальная так скажем история а сейчас когда у тебя есть муж дети у которых блин там аллергия на всякую шерсть и всякую другую дребедень и вообще есть дети и муж и ты при ты собираешься рисковать с собой нами рассказывая мне про свои вот эти вот знаешь там жалостливые моменты раньше нужно было не думать понимаешь ну вот сейчас то чего уже ну я я еще с хрен с ним я еще могу понять например если бы эта история была после прививки вот ты привилась у тебя там жопой жуль антител на все на всю страну хватит и ты пошла я бы там скрипять это это насколько я понимаю за 40 дней ты что 20 до и 20 после суть не в этом я к тому что ты все равно можешь привезти принести это на себе то есть сама не заболеешь принесешь и мы все заболеем понимаешь а болеть нам не надо вот какая история я тебе вот про что говорю нет это из ростпотребнадзора звонили сказали что видит наш прямой эфир и чтобы я гнал тебя домой и и чтобы не занималась херней все так всегда вот так всегда вот всегда так вот как как да слушаю пока а ты куда пошла то мы выпустились в магазин отвез давай заходи я тебя очень прошу во первых если ты не будешь стряхивать свою обувь я тебе и второе ухо прострелю я понимаю это потому что ты опять думаешь не стряхнула где-то вначале вставать нужно не буду слышать он уже не вмещает полтора литра знать почему потому что здесь уже два литра моих слез от твоих желаний и я твоих от того что ты мне несешь мою жизнь 2 литра слез они выливаются вон все насти твою мать если ты без меня поедешь в это ковидное такси я тебя накажу поэтому не вздумь да давай поехали Субтитры создавал DimaTorzok